Постройте новый дом для человечества в игре Event Colonial. Используйте Event Prime, чужую планету, покрытую пустынями, тундрами и болотами на расстоянии несколько световых лет от земли, превратив свои колонии в огромные и постоянно растущие города и устраняйте угрозы, характерные для заселения новых миров. Системные требования. Минимальные системные требования для этой игры. 4 гигабайта ОЗУ, видеокарта GTX 470 или AMD Radeon HD 7 850. Так. Компания, песочница, карты, вызов. Выбор миссии. Голографическая симуляция. Один интерфейс. Добро пожаловать, губернатор. Командование распорядилось, чтобы вы прошли эту карту голографическую симуляцию для ознакомления с основным пользованием интерфейса системы управления колонией. Это упражнение не обязательно, но считается весьма важным. Новый мир – это новые возможности, а на карту поставлены жизни ваших колонистов. Пролог. Введение в систему управления колонией. Перемещение камеры. Добро пожаловать, губернатор. Начнем с основы управления наблюдательным дроном. Попробуйте сделать следующее. Зажать левую кнопку мышки и провести для движения камеры. Перемещать камеру можно клавишами W, S, I и D. Чтобы сдвинуть изображение, подвиньте курсор к его краю. Так, ну это все элементарно и понятно. Правая и средняя кнопки мышки позволят вращать камеру. Попробуйте сделать следующее. Чтобы наклонить изображение, нужно зажать правую или среднюю кнопку мышки и тащить ее вверх или вниз. Так, это и есть. Чтобы повернуть изображение, нужно зажать правую или среднюю кнопку мышки и тащить ее влево или вправо. Но это все элементарно. Для поворота камеры с клавиатурой пользуйтесь клавишами Q и E. Далее. Масштабирование и автопанорамирование. Приближать и отдалять изображение можно с помощью колесика мыши. Щелкните по зданию и выберите его. Измените масштаб колесиком мыши. Щелкните на здание и выберите его. Автопанорамирование. Автоматическое перемещение камеры можно двойным щелчком по чему-либо или клавишами HOME. Для перехода к точке дважды щелкните по местности. Чтобы навести камеру на строение, сделайте по нему двойной щелчок. Чтобы сфокусировать камеру на колонии нажмите HOME. Так. Индикатор на нитов. На ниты. Самосборные наноструктуры из металла и углепластика, применяемые для создания, улучшения и ремонта всего, что есть у вас в колонии. Мы добавили новый индикатор в нижней части экрана. Это индикатор показывает сколько нанитов есть в расположении колонии. Навести курсором на индикатор нанитов, чтобы отобразить подсказку. Строительство шахты. Давайте посмотрим на шахту на залежи железа рядом с аванпостом. На строительство шахты уйдет 15 единиц нанитов. Можете выбрать шахту. Щелкните левой кнопкой мыши. Перетаскивать не нужно. Еще раз щелкните левой кнопкой. Вы разместите ее, щелкнув правой кнопкой отмена. Откройте меню шахты. Светящийся индикатор и нажмите на шахту. Перетащить шахту на залежь железа и щелкните кнопкой, чтобы развернуть ее. Смена скорости игры. Но это я думаю понятно. Плей. Ускорение. Медленно. Быстрее, еще быстрее и очень быстро. Медленно. Далее. Смена скорости игры. Так. Можно нажать на паузу. Так, это ускорение. Что мне нужно сделать? Затем измените скорость игры клавишами 1, 2, 3, 4 или 5. Времена года. Времена года делятся на четыре времени года. Зима. Зимой солнце стоит низко. Выращивать пищу становится трудно, а солнечные панели производят меньше электричества. Навести курсор на полоску смены времени года в левом нижнем углу. Есть. Так. Строительство туннелей. Щелкнем. Строим туннель. Зажимаем и тянем. Отпускаем. Подождите, пока дроны завершат строительство туннелей. Индикатор электричества. Это энергопотребление, я так понял. Требуется 43 электричества. 36 электричества обеспечивает. 4 солнечные панели и 1 солнечный модуль. Далее. Электричество. Каждое сооружение в колонии либо производит, либо потребляет электричество. Электроэнергия автоматически распределяется между всеми подключенными к сети сооружениями. Довольно дешево поставлять электричество по туннелям. Так, что для обеспечения энергосбережения колонии соедините ими все сооружения. Нехватка электроэнергии. Если выработка электричества упадет ниже объема потребления, здания, начиная с самых дальних от источников энергии, станут автоматически отключаться от сети. Отключение от электросети здания мигает красными огнями, расположенными по углам. Как видите, склад обесточен из-за построенных нами шахт и туннелей. Энергопотребление колонии превысило выработку. Теперь нам нужно построить энергомодуль. Строим солнечная панель. Солнечная панель уровня 2. В чем разница? Ниты для постройки 22, 12. Производство 8, 18. А стоимость? Стоимость тут есть какая-то стоимость этого? Давай большую построим. Опачки, так развернулось. Далее, индикатор населения. Число на этом индикаторе показывает население вашей колонии, то есть то, насколько довольны ваши колонисты. Что мы видим тут? Население и боевой дух. Здоровье 100%. Сыто. Боевой дух 69. Трудоспособность 15 из 15. Занятость 15. Опа, один кто-то прохлаждается. Так, ну это наши показатели, понятно. А теперь давайте познакомимся с вашими колонистами. Приблизьте изображение туннеля, чтобы перейти в режим камеры наблюдений или нажмите Temp Mouse Button 2. Сорри за мой английский сразу. Также в любой момент можно выбрать колонистов. На этой панели вы видите полученную с помощью скайнеров информацию о данном человеке. Так, вот колонист шурует. Так, сейчас мы по нему щелкнем. А ну иди сюда, колонист. Опачки. Инфа пошла. Счастье. 72%. Здоровье 100%. Живет в постройке. Аванпост. Идет на работу. На работе. Работа. Площадка дрона строителя. Потребление. Рис. Пицца. Так, вид со спутника. Чтобы рассмотреть колонию сверху, отодвиньте камеру. Перейдите в режим вид со спутника. Кролем мыши на себя. Перейдите к следующей голографической симуляции, чтобы узнать о ключевых моментах управления колонией. Улучшенная тренировка. Индикатор пищи. Первая голографическая симуляция показывает назначение некоторых индикаторов и интерфейса системы управления колонией. Взглянем на индикатор пищи. Взглянем. Что-то плоховатенько. Далее. Индикатор пищи. Для выживания колонистов необходима пища и вода. Когда ваших колонистов становится больше, число голодных ртов тоже растет. Важно следить за количеством пищи воды на одного колониста в хранилище колонии. Индикатор пищи показывает, что ваш текущий уровень пищи на одного колониста меньше идеального. Запасы пищи и воды, а также все прочие потребляемые и производимые колонии ресурсы заносятся в инвентарную ведомость. Откроем панель управления колонией и найдем ведомость с данными о наших запасах. Так, смотрим. Пища. Пайк. Это пицца и рис. Так, сто шестьдесят. Тридцать восемь. А потребление что у нас получается? У нас потребление двести два. У нас не лады, короче, с пищей. Показывает нехватка. Разнообразие пищи низкое. Ну, что вы хотели на пустоше? Далее. Хранилище колонии. Как видите, в вашем хранилище есть только продовольственные пайки и немного риса. Вы можете получить больше информации о каждом ресурсе, наведя на него курсором мыши. Да, 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 да. Я на все ресурсы навел? Ага. Я могу навести вот так, да? Вода. Вода. Железо. Медь. Ни-ни-ты. Ни-ни-ты. На ниты. На ниты. На ниты. Пайки. Рис. Нажмите. Окей. Окей. Далее. Туннели. Строим туннели. Это мы уже проходили. Подождите, пока дроны завершат строительство туннелей. Так, строим фермы. Мне надо. Опачки, тут можно арбузы выращивать. Кино. 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 Рис. Брокколи. Ячмень. Так, ну мы будем выращивать. Так. Мы будем выращивать кукурузку. Опа, дроны полетели. Так, мы ферму разместили. По энергии у нас все в порядке. Все хорошо. Сонсостояние, хоть и зима нормальная. Так. Так. Далее. Слои. Теперь. Мы смотрим, что это. Занятость. Показать состояние жилищ. Колонистов. Колонистов. И их места работы во всей колонии. Смотрим. Розовеньким у нас отмечено жилое сооружение. Зеленым у нас отмечено строение с работниками. Слой занятости. Слой занятости показывает, где живут и работают наши колонисты. Фиолетовые полоски показывают, где колонисты живут. А зеленые места их работы. Рабочие места колонисты распределяют между собой. Самостоятельно, собственному усмотрению. Как видите, ваши 16 колонистов сейчас работают на станции дронов. Станции дронов строителей. Шахте. По добыче железа. Железа и на только что построенной вами ферме. Далее. Приоритеты работников. Скажем так. Ферма требуется масса работников. Выберите ферму и смените ее приоритет для работников. На заполнить. Чтобы она могла принимать работников, которые выполняют другие менее приоритетные задания. Нажимаем. Приоритет. Распределение работников. Как видите, доступные работники пришли на ферму. У которой теперь 5 из 5 работников. Эти дополнительные работники сделают вашу ферму значительно более продуктивней. Социальные политики. Наряду с этим, давайте уменьшим наше потребление пищи. Мы можем использовать нормирование. Чтобы вынудить их есть меньше для их здоровья. Им это не понравится, но в конце концов им придется смириться. Это для их же блага. Нормирование. Снижение потребления пищи значительно понижает дух. Минус 20. Пищи. Дух. Свободы. Минус 7. Минус 11. Вы уже знакомы с основными понятиями управления колонией на Эйвен Прайм. Теперь вас ждет первая полноценная миссия. Далее. Ух ты рыбка. Так, а это если вы захотите мы увидим в следующей серии. Если вы поставите кучу лайкосов, кучу комментов. Я сниму серии про эту игру. С вами был Розе. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok